Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Открытый диалог» и сегодня поговорим о жилищных субсидиях. В нашей студии начальник управления жилищных субсидий администрации Люберецкого муниципального района Анна Юрьевна Любимова. Здравствуйте! Рада видеть вас сегодня в нашей студии. Итак, Анна Юрьевна, кто же имеет право на получение жилищной субсидии? На получение жилищной субсидии имеют право граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Люберецком районе. По категориям это пользователи жилых помещений Государственного муниципального жилого фонда, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов, собственники жилых помещений. Также субсидии предоставляются вышеуказанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними, членов их семей. А в каком случае возникает вот это право получать субсидию? Значит, право возникает в том случае, если доход одинокопроживающего гражданина или членов его семьи, проживающего в многоквартирном доме, ниже. Для одинокопроживающего в жилом помещении общей площадью не более 33 метров по городу Люберца 13 135 рублей, городское поселение Красково 12 169 рублей, городское поселение Малаховка 11 858 рублей, городское поселение Томилино 13 400 рублей, городское поселение Октябрьский 12 911 рублей. Для семей состоящих из двух человек Люберца 19 823 рубля, Красково 18 231 рубль, Малаховка 18 015 рублей, Томилино 19 990 рублей, Октябрьский 19 320 рублей. Для семей состоящих из трех человек Люберца 27 290 рублей, Красково 25 031 рубль, Малаховка 24 860 рублей, Томилино 27 405 рублей, Октябрьский 26 516 рублей. Для одинокопроживающего в жилом помещении пенсионера, инвалида, ребенка сироты общей площадью более 33 метров по Люберцам 15 515 рублей, Красково 14 427 рублей, Малаховка 13 961 рубль, Томилино 15 919 рублей, Октябрьский 15 315 рублей. Для жителей, проживающих в частном секторе, установленный вот этот доход, он рассчитывается индивидуально при обращении в управление жилищных субсидий. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии в них задолженности или при заключении соглашения о ее погашении в управляющей компании. Мне кажется, нашим телезрителям интересно было бы узнать, а кто же принимает решение о предоставлении субсидии? Решение о предоставлении выплаты субсидий принимает наше управление, управление жилищных субсидий, которое состоит из отдела по городу Люберцы, который обслуживает жителей города Люберцы и сектора по городским поселениям, который обслуживает жителей городских поселений Томилино, Красково, Октябрьский и Малаховка. Хочу дать свои координаты. Непосредственно мой телефон 503-42-98. Начальник отдела по городу Люберцы, Родина Ирина Борисовна, 503-42-36. Начальник сектора по городским поселениям, Качалина Елена Юрьевна, 557-09-82. Отдел по городу Люберцы расположен по адресу улица Смирновская, дом 1. Часы приема. Понедельник, среда, четверг с 8.30 до 16.30. Обед с 12.00 до 13.00. В каждом городском поселении также ведется прием населения. Городское поселение Красково, КСЗ, дом 17. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Городское поселение Тамилитно, улица Гаршина, дом 9А, корпус 6. Вторник, среда, четверг с 9.30 до 17.30. Обед с 13.00 до 14.00. Телефон 557-09-82. Городское поселение Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 2А, понедельник, среда, четверг с 9.30 до 17.30. Обед с 13.00 до 14.00. Телефон 558-04-65. Городское поселение Малаховка, Буковское шоссе, дом 26. Понедельник, среда, четверг, приемные дни с 8.30 до 16.30. Обед с 12.00 до 13.00. Телефон 643-6166. Ну что же, теперь жители знают, куда, по какому адресу и в какое время нужно приходить. А какие документы необходимо принести, чтобы получать субсидию, чтобы оформить ее? Для получения субсидии необходимо предоставить следующие документы. Значит, при первичном обращении выписывают домовые книги, за исключением жителей города Люберцы, обслуживаемых ОАО ЛГЖТ. Паспорта всех членов семьи, проживающих в жилом помещении и копии. При необходимости свидетельства о браке, разводе, смерти, о рождении детей. Об установлении отцовства и копии. Документы, удостоверяющие право заявителя на владение и пользование жилым помещением, в котором он зарегистрирован. То есть для собственников жилого помещения это может быть свидетельство о государственной регистрации, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, справка жилищно-строительного кооператива о полной выплате пая. Для пользователя жилого помещения, государственного муниципального жилого фонда, это может быть договор социального найма жилого помещения. Документы, подтверждающие доходы заявителя за 6 предыдущих месяцев перед обращениями. Такие документы являются. Это справка с места работы, с основного места работы, с иных мест работ, если гражданин работает в нескольких местах. Так, справка о размере пособия по безработице, справка с места учебы о размере стипендии, справка о размере алиментов или справка, что алименты не получают. И иные документы, подтверждающие доходы заявителя. Данные о размере пенсии детского пособия жителям, получающим данные выплаты в Люберецком районе, предоставлять не надо. То есть все данные у нас уже есть. Очень удобно. Единственное, хотелось сказать, что гражданам, которые получают пенсию вне Люберецкого района, то есть это могут быть другие районы Московской области или в городе Москве, то им, конечно, необходимо предоставлять справки по месту получения пенсии. Наши жители за справками никуда не ходят. А что касается повторного обращения, нужно ли копии предоставлять документов? Значит, при повторном обращении копии с документов предоставлять не надо. Документы, значит, содержащие, необходимо также предоставлять документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение за последние 6 месяцев перед месяцем обращения. Документы, подтверждающие право заявителей членов его семьи на меры социальной поддержки, то есть льготы. Пенсионное и страховое свидетельство и копии. И документ, подтверждающий открытие банковского счета в сберегательном банке Российской Федерации. Это может быть или сберегательная книжка, или банковская карта. То есть фактически жители города Люберцы, Люберецкого района, никуда за справками им ходить не надо. То есть все документы у них есть на руках. А дополнительно к этому перечню документов сотрудники могут потребовать еще какие-то документы дополнительно? Да, в некоторых случаях сотрудник может и имеет право потребовать какие-нибудь еще документы. Но в каждый случай индивидуально. А с какой периодичностью будет начисляться субсидия, если она оформлена? Субсидия начисляется сроком на 6 месяцев. Значит, при предоставлении документов с 1 по 15 число месяца, субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца. А при предоставлении документов с 16 числа до конца месяца, то с 1 числа следующего месяца. А каков сам механизм выплаты субсидии? Например, куда ее будут перечислять? Жилищная субсидия перечисляется или на сберегательную книжку, или путем, если по состоянию здоровья гражданин не может прийти в банк, субсидии могут предоставляться путем выплаты через отделение связи. Значит, принятие решения о предоставлении субсидии происходит в течение 20 минут с момента получения заявления сотрудникам управления всех необходимых документов. Если в случае оформления каких-то межведомственных запросов, то, возможно, решение о предоставлении субсидии может приниматься в течение 10 дней. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы была начальник управления жилищных субсидий администрации Люберецкого муниципального района Анна Юрьевна Любимова. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Желаю успехов в вашей работе. Уважаемые телезрители, а на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова